Когда я пишу, то я пишу сердцем и душой. Впрочем, так бывает. Любимым делом занялся не скоро. После армии, когда отец устраивает парня лесником в местное лесничество, где надо оформлять специальные щиты в духе «берегите лес», кое Юрий сопровождает изображением глухаря, медведя или лося. Вечно недовольное начальство теперь в восторге. А потом переезд в город Якутск, где в один прекрасный день по дороге в местную баню Юрий обнаруживает художественное училище. Забыв о цели пути, Голиков предстает при дочи приемной комиссии в последний день набора. В руках у парня вместо документов мочалка. Но ему удается в этот же вечер подготовить рисунки. И на следующий день он становится студентом. Спустя четыре года он штурмует высоты Ленинградского художественного института имени Репина. За годы обучения, в котором Юрий из провинциального амбициозного паренька превращается в настоящего русского художника, прошедшего уникальную академическую школу под руководством гениальных Юрия Непринцева, Олега Еремеева, Леонида Гервица, Владимира Песикова, Юрия Веселкина и многих других педагогов. Меня все время выпрямляли как-то вот так вот. И давали понять, что ты должен здесь, если ты поступил, ты должен всего отдавать. Первые его работы, собственно, были очень в духе этой академии. Это были исторические полотна на тему истории и мифологии его родной родины, Якутии. Ну, однако, несмотря на такую академическую выучку, Юрий Голиков пробует себя в абсолютно разных жанрах, разных стилях, техниках. Картины, посвященные родной Якутии, зритель видит и на данной выставке. Взгляд замирает над вечным покоем величественной северной реки Лены. Картины Голикова, посвященные Якутии, находятся в правительстве республики и Текюэльском литературно-художественном музее и в частных собраниях. Молодой художник много ездит, работает, учится. В арсенале пейзажи разных уголков земли, портреты интересных людей. И это уже академия жизни. Впрочем, вторую родину Голиков обретает на Одинцовской земле. В деревне Сюрмино, что под Звенигородом, он поселяется окончательно и уже не представляет места лучшего для жизни и творчества. Я люблю его от всей души, потому что здесь есть какая-то гармония, какая-то величавость, какая-то тишина, как у Левитана. Какая-то неописуемая красота здесь. Вот здесь терпать и терпать вдохновение. Этот новый, талантливый, любящий взгляд на наши привычные места. Да, особенно дорог. Зритель узнает родные берега Москвы-реки, окрестности Звенигорода, просыпающиеся из-под снега или в период буйного цветения. Это новое имя для нашего музея. И я считаю, что то, что нам представлены академические работы, это очень здорово. Во-первых, это интересно. Во-вторых, это познавательно. В-третьих, будет интересно школа. Посмотреть, как это бывает. Прекрасные работы, которые сделаны в цвете, с композицией. Художник признается только сейчас, прожив в профессии не один десяток лет. Приобретя опыт, он по-настоящему понимает, что когда-то говорили, чему учили великие педагоги репинки. И теперь это дает силу, уверенность и потребность творить. Кстати, Голиков обладает одним удивительным качеством. Где бы он ни был, видя хоть малейший интерес окружающих к рисованию, тут же начинает преподавать. Главное, чтобы были под рукой карандаш, бумага. Ну а если краски, то и совсем хорошо. Без этого не может. Так воспитан, так принято в академии. Умеешь – научи другого. Получил – отдай. Так передается школа. Вот эта вот преемственность, это от всей души идет. В этом есть какой-то его характер, какая-то его индивидуальность так вот проявляется. Вот, и, ну, то есть меня просто заинтересовал человек, и, как бы, вот эта живопись, которой он является последователем, через вот человеческий фактор такой, да, через личность. То есть вот он как-то раскрылся мне, вот этот академический момент, через, именно через личность Юры. Я увидел в его картинах, это то, что вот именно является художественным произведением. То есть вот отражение внутреннего мира, вот отражение души. Художник признается, писать может лишь в определенном состоянии, ощущении внутреннего покоя и чистоты. И если этого нет, нет и искусства. Поэтому и эту выставку, и все работы Юрий посвящает своим близким. Тем, кто поддерживает, тем, кто всегда рядом. Жене Татьяне, своим детям, друзьям. И, конечно, нам, зрителям, давая возможность по-новому взглянуть на давно привычные места. Выставка работ Юрия Голикова в Одинцовском историко-краеведческом музее продлится до 31 августа. Ольга Винтер, телекомпания Одинцова.